друзья всех приветствую на предпоследний торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем разбирать и говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал оставлять вопросы комментарии делиться своей точкой зрения о том что на финансовых рынках происходит можете также в комментарии закидывайте торговые идеи я уверен то что с ними будет интересно познакомиться не только мне и конечно же не забывайте ставите лайки ну что ж очередная торговая сессия сразу если провести экспресс-анализ сегодняшнего экономического календаря друзья выделить опять же нечего завтра у нас данные по индексу цен производителей в штатах попробуем проанализировать через этот показатель будущее значение инфляции и еще рынок труда канады но это будет только завтра сегодня я предлагаю обратить внимание на изменение заявок на пособие по безработице и проанализировать исходя из этого сектор рынка труда в целом после последних нонфармов мы убедились в том что американская экономика касательно рынка труда сейчас восстанавливается пусть рост ну может быть не такой как хотели бы видеть сверх оптимисты но я думаю что тех результатов которые были показаны уже по нонфармам достаточно чтобы говорить о том что американская экономика потихоньку начинает вставать на рельсы и набирать обороты по основному фон число заболевших в мире в сша продолжает расти но за штатами мы следим потому что это в принципе новый очаг пандемии общее количество заболевших перевалило за три миллиона а случаях всемирная организация здравого хранения допустила что признала есть вероятность того что вирус передается по воздуху по идее разве это не тот фон который должен снова сгущать опять же краски в плане анализа общей новостной составляющей и формировать таким мрачные тучи над мировой экономикой но судя по тому как ведут себя рисковые инструменты рынок не боится ничего абсолютно ничего игнорирует все риски все угрозы и только лишь рассчитывает на дальнейшее оздоровление мировой экономики если вот посмотрим на золото на вот этот беспрецедентный рост который был ожидаем друзья но все-таки такое интенсивное движение восходящее укрепление позиции золотого актива это доказывает и позволяет нам предположить что рынок может быть немножко побаиваться сейчас только лишь инфляционных ожиданий которые могут возникнуть мировой экономики если центральные банки дальше будут активно стимулировать национальные региональные экономики через программа количества смягчения и заливку принципе их дополнительной ликвидностью ну ладно давайте посмотрим на рынок нефти 43 22 по бренду повторюсь друзья у меня есть уровень стоп лосса я не уговорил уже не раз уже по сути две недели 43 64 если мы к нему приблизимся если рынок окажется выше я все-таки оставлю попытки ловить коррекционный откат по рынку нефти и попробую дождаться более подходящего момента но может быть когда на рынке позиции продавцов будут более существенны потому что сейчас как бы мне не хотелось использовать в качестве топлива для снижения весь тот фон о котором я ранее говорил рисков было достаточно участники энергетического сектора покупать ли этих рисков не видят вот вчерашний отчет по запасам на него возлагались большие надежды если запасы вырастут мы делали об этом вывод на основании данных от американского института нефти то по идее не должна была бы снизиться запасы выросли но нефть не снизилась и более того ушла к новым локальным максимум запасы нефти выросли на 5 и 6 миллиона можно принять точку зрения экспертов которые сейчас объяснять почему же не произошло снижение цен на нефть тем что рост запасов произошел только лишь за счет значительного увеличения импорта нефти сша но я с этим поспорю чистый импорт составил штаты в рамках прошлой недели чуть больше пяти миллионов баррелей между прочим за две недели до этого импорта был почти три миллиона баррелей но тогда запасы снизились больше чем на 7 миллионов я не вижу здесь какой-то корреляционной и какой-то связки друзья которую можно использовать чтобы оправдать отсутствие логичной нормальной реакции для меня это не аргумент то что рынок не отреагировал на рост запасов это лишь указывает на то что видимо покупатели не добрались еще до тех значений которые им реально нужны объемы добычи в штатах остались на прежнем уровне 11 миллионов баррелей в сутки и в целом больше какого-то значимого интересного фундамента по рынку нефти не было индекс американской валюты здесь друзья тоже снижение тоже динамика которая портит настроение приближаемся мы к уровню стоп-лосса 9570 я очень рассчитываю на то что все-таки покупатели смогут хоть в чем-то найти поддержку для того чтобы вытащить индекс снова выше 97 ну хотя бы на ситуацию реагируя на ситуацию вокруг коронавируса на статистику на действия федеризирова и так далее но здесь стоит отметить что он bank of america за которым мы следим в плане их активности в том числе и по индексу доллара я слежу также разделяли позицию что американская валюта должна вырасти может вырасти как с позиции ее защитных свойств так и с учетом поддержки опять же сильных макроэкономических данных и bank of america в принципе придерживался точно такой же позиции что и я что фрс должен быть адаптивным должен реагировать на изменения рыночных настроений не допускать какие-то панические настроения распродажи инструментов которые номинированы в американской валюты и должен бороться ограничивать опять же вероятности того же самого еще большего снижения процентной ставки но фрс покажет особо не вписывается в текущую динамику позволяет рыночному курсу формироваться на основе классических правил оценообразования без каких-либо инструментов просто лишь по факту настроений а сейчас делается большой акцент особенно с позиции этих на рейхи и это очень неплохо ложится на текущее снижение оправдывающие вот то что он сформировался так называемый смертельный крест по индексу доллара это пересечение 50-дневный 200 дневный скользящих средних как правило событие редкая это признаю мы некоторое время назад разбирали его по биткоину и опять же если вам эта тема интересна посмотрите один из роликов в рубрике пульс рынка там также было очень много сказано а про это если формируется такой паттерн скажем так такая именно составляющая техническая то есть риск и вероятность еще большего развития нисходящей динамики я не принижаю значение такого рода технических прецедентов я допускаю что индекс доллара может просесть но друзья пока не сработал стоп лосс на уровне 9570 я соответственно в длинных позициях но при этом предлагаю использовать пару доллар иена для того чтобы продать поставив больше на защитные свойства японской валюты с одной стороны позволит нам поработать с другим защитным активом и также не будет как бы противоречить сейчас текущей динамике которая предполагает снижение индексу доллара вот доллар иена сейчас то 724 цель предлагаю обозначить правильнее 105 ну японская иена классически более выраженная защитная валюта потому что японии это основной мировой кредиторы считать что как только новостной фонд в мире ухудшается японские инвесторы начинают забирать капиталы зарубежных рынков возвращать их скажем так на родину это приводит к росту курса японской валюты по сравнению с теми валютами из которых выводится этих капитал обычно это теория срабатывает золото 1809 тех кто держал золото и выше 1800 вы молодцы друзья я признаю что выскочил еще до 1800 но привык довольствоваться даже малым хотя это тоже как бы а в кавычках мы очень неплохо покатились на последнем ралли доллар канадец 1.35 впереди данные по рынку труда которые скорее всего разочаруют и я думаю что до конца этой недели пара снова сможет получить возможность восстановиться к уровню 1.36 евро против доллара 1.1368 фунт 1.2633 министр финансов сумок все-таки объявил накануне о новых мерах поддержки на 30 миллиардов фунтов для рынка труда стало ли это причиной и катализатором для движения британской валюты я думаю что нет тот рост который мы видели по евро фунту он был обусловлен именно ослаблением курса доллара опять же как только мы откажемся от длинных позиций по индексу доллара нам придется продавать риск евро и фунт но это произойдет друзья только после того как индекс американской валюты окажется ниже 95 70 до этих пор я рекомендую по-прежнему оставаться в коротких позициях по риску и в покупках бакса на этом все большое всем спасибо за внимание всем пока